Приветствую вас зрители, гости и подписчики YouTube канала Русский Тяжеловоз. У нас такая случилась история. Специально даже и не придумаешь. Нигде не найдешь и не услышишь никогда. В общем, в прошлом году мы проводили товрацию лошадей. Лошадям всем ставили индивидуальный номер. И получается, во время товрации у нас из раскола выскользнул один рыжий жеребенок. И он остался не затаврирован. Теперь, значит, в этом году, примерно в июне месяце, случилась такая ситуация. Мы пасем лошадей, и на ветер соседский табун лошадей пришел, и табуны замешались. Замешались, вскоре же они быстро разделились. И после этого хозяин соседнего табуна стал ходить и высматривать в нашем табуне своих лошадей. О том, что у нас одна незатаврированная лошадь, он знал. И ходил, смотрел, высматривал, высматривал, и увидел, что у нас есть еще незатаврированная лошадь. Вот, вот эта кобылка. И, значит, он стал говорить на то, что это, коли она незатаврированная, то эта лошадь его. Я ничего против не имею. Он имеет право ошибаться в данной ситуации. После этого я познаю точно, что это кобылка, вот эта кобылка от этой кобылы, от гнидой стрелки. Я говорю, нет, это кобыла наша. Ну, я знаю, что кобыла наша. Ах, тот говорит, ну, коли она была незатаврированная, значит, она его. Я сказал, я отдавать не буду, лошадь это моя. Приехал участковый, и меня составил объяснительную. И объяснительную составила та сторона. После этого ситуация, в общем, с этой кобылкой затихла. Прошло уже два или три месяца примерно. И сейчас вот мне позвонил опять участковый и говорит, что хозяин того табуна теперь требует сделать тест ДНК. То есть, что это означает? Сейчас приедут люди, комиссия, не комиссия, сам хозяин приедет, вырвет с гривы материал и вырвет с гривы кобылы материал. И все это запечатают, я так понимаю, в два конверта и отправят на анализ. И вот. Что еще я добавлю от себя в данной ситуации? По сути, этот анализ не говорит о том, что эта кобыла принадлежит мне или принадлежит им. Этот анализ только говорит о том, что эта кобыла принадлежит этой кобыле или не принадлежит этой кобыле. Но я это говорю для того, что я-то знаю, что это кобыла от этой кобылы. Ну, почему я именно это рассказываю? Потому что, а если бы я не знал, что это кобыла от этой кобылы, но знал только то, что она моя. Потому что, когда большие табуны, поголовья много, то что делать в таком случае? Получается, что есть в юридической практике такая сторона, презумпция обратной стороны. То есть, допустим, к примеру, если эта кобыла окажется, допустим, не дочерью этой кобылы, то та сторона должна доказать, опять же, через анализ ДНК, что эта кобыла от какой-то кобылы из того соседского табуна. Вот такая ситуация. Но это видео я опубликую уже после того, и все покажу, когда уже придет полностью результат этого ДНК. Так что, сейчас вот приедут, будем вырывать, все запечатаем, на конвертах распишемся, будут свидетели, все такое. Вот. Так что, вот такая непридуманная история. А как получилось, что она не затаврированная, эта кобыла оказалась? Мы, когда затаврировали одну половину лошадей, другая половина осталась у нас в накопителе. И мы уехали на обеденный перерыв. И, скорее всего, очень вероятно, что она у нас просто в это время выскользнула из накопителя, так как кобыла, допустим, была уже здесь, находилась в загоне. Вот, покажи, как у нас выглядит накопитель. Тут вполне видно, что вот снизу, под низом просто выскользнуло, и все. Жеребенок. Так что, вот такая непридуманная история. Я думаю, рассказал все просто и понятно. И среди зрителей, если есть юристы, вот, пожалуйста, вам. Вот такая практика получилась. Нам сейчас составило столько суеты, вот этот пуз загнать на 2-3 часа раньше, чтобы было еще светло. Потом мы пока никого нету, вот, замучились, загоняли туда этих всех в раскол. В общем, такая суть была. Так что, все, приятного просмотра. Так, два конверта должно быть, а кобылка и... Во! Вот это вообще классно. Да, вот это все берите туда, кладите. А где этот? Да. Все, пошлите. Так, здесь конверт должен быть. Давай еще возьмем. Они сказали, штук 30 надо. Так, берем. Так, я думал, так, это от кобылы было, да? Да, да. Держите. Теперь смотрите. Надо будет на конверте написать. Дядя Валера, держи, снимай меня. Я буду рассказывать про результаты ДНК теста. Друзья, всем привет. Хорошая новость. О ДНК тесте. В общем, получается, примерно, я не помню, когда в начале сентября брали анализ у кобылки и у жеребушки. И получается, и получается, что максимально долго результат будет, тест делаться, один месяц. И по всем подсчетам должно было уже где-то числа 10 октября результат должен был известен быть. И мне уже перед подписчиками, перед зрителями было очень неудобно, что нет этого результата. Я постоянно звонил участковому, спрашивал, что там пришло, не пришло. Участковый был в отпуске. И вот, сейчас уже, на сегодня, сегодня, наверное, уже ноябрь у нас. Нет, сегодня 31 октября. Я звоню сегодня с утра участковому. И он говорит, а что вы не знали? Уже неделю как пришел результат. Да, говорит, в вашу пользу. 100% в вашу пользу. Ну и вот и все. Все очень просто. Это была интрига на ютубе вообще для меня. Мы все переживали. Даже дядь Валера переживал. Вот. Вот. Все. Кобылка под номером 25888. Мы ее уже теперь затаврировали. А теперь она наша. 11 она сейчас. Нет, она, у нее 3 восьмерки заканчивается. В общем, у этой кобылки теперь будет кличка ДНК. Кобыла ДНК. Все. Как у нас магазин ДД. Так что, все. Закончилась эта вся интрига. Посмотрите, посмотрите, какая у нас тут красота. Сегодня мороз. Сильный. Деревья покрылись инием. Мы с дядей Валерой едем на проверку табуна. Лошади от деревни уходят примерно километров на 20. Хорошо, что в эту сторону есть хорошее асфальтное покрытие. Вот так. Дядя Валера, конечно, оператор. Так. Ну, я думаю, вы его понимаете. Вот. Так что, все нормально. Хорошая новость. Конечно, вот поля только у нас все перепаханы. И лошадкам прям толком негде остановиться. Сейчас, в данное время, они пасутся вдоль трассы. А это еще хуже. Мешают автотранспорту. И, ну, куветы задуют. Потом мы их будем угонять под лесочки. Там есть, конечно, и поля. Гектар по по 100 даже такие есть. Два поля больших. Ну, в общем, потихоньку будем теперь зимовать, пасти. Оставайтесь дальше на нашем YouTube-канале. Скорее всего, будет очень много еще интересного, разного. Потому что у нас каждый день это маленькое приключение. Хе-хе-хе-хе. Все. Вот. Подъезжаем к Табуну. Разделились на две части. Сейчас проехали. Одна маленькая часть осталась там. И одна большая часть здесь. Сейчас мы их погоним. Всех будем соединять заново. Это они уже туда сходили, значит. Да. Сейчас назад. Все. Вон они стоят. Стоят. Оба. Туда, значит, пошли. Я вот не знаю, тут поле какое, кривое, не кривое. То может какая кочка быть. Сейчас. А может там чужие лошади пришли? Да может. Здесь большая часть. Чужие, блин. Может туда пришли? Когда мороз, лошади стали ходить вообще кучно. Все. Нету такого, чтобы они растягивались. Это же непонятно. Здесь много? Не, мало здесь. Не все. Не хватает. Машина намерзла вся. Сейчас мы их опять туда угоним. Так же, как вчера. И все. Если жеребца одного не хватает, все, значит, те там. Но здесь лакмуса нет. Хоу! Дядь Валера, ты гонись, я машину туда и тебе навстречу прибегу. Вот. А одна маленькая часть так на этом месте и осталась. Сейчас побегу навстречу к дядю Валерии и будем соединять. Пригнали на воссоединение. Пока этих гнали, те куда-то убежали. Вообще не видно в округе. Сейчас поедем тех искать. Лакмус оказывается здесь. А в той части вообще жеребца нет. Как так получилось, что они отстали. Вернее, они не отстали. Они так и остались с вечера на этом же самом месте. А вон они там спрятались. Уши одни торчат с полотенек. Я уже думал, они могли убежать вокруг вот этого леса. Мы там были, получается. Я думал, они туда убежали, а мы-то назад гнали их по эту сторону леса. И думал, сейчас придется опять ехать туда, собирать их кучу. Они здесь стоят под болотом. Все нормально, в общем. Собрали мы кучу. Соединятся. Вон они там стоят. Прямо под болотцем. И еще такой главный ответ, почему я не покупаю квадрокоптер. Штука, конечно, хорошая, не спорю, но нам его нельзя здесь применять. здесь такая местность, в которой нельзя применять квадрокоптер. Вот. И даже еще больше скажу. Здесь нельзя ни в коем случае появляться к какому-то чужому человеку. А если здесь побывать, нужно обязательно пойти в контору, в нашу там, в местную, пограничную, я так скажу. И там отметиться и объяснить, что вы хотите здесь сделать, что вам здесь нужно, в какое, по какое время вы будете находиться. В общем, вот. Не так все просто. лошади увидели тех лошадей. И так настороженно смотрят недоверчиво. Типа, вы кто такие? Свои, не свои? А те там стоят, спрятались, думают, наши, не наши. вот. Все, заржали. Все побежали, где-то. Тесто я встречаю. Все, соединили. Поедем домой. Пить чай. Всем пока.